С 1 января 2014 года вступает в силу новый закон о госзакупках. Эксперты Высшей школы экономики говорят, что документ позволит сэкономить более триллиона рублей. Так ли это на самом деле? Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. У нас в студии исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Суходольский. Здравствуйте, Георгий. Добрый день. И директор некоммерческого партнерства информационная культура Иван Бегтина. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете участвовать в нашей программе. Звоните по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, либо пишите нам непосредственно в интернет на страничку программы «Парадокс» на странице финам.фм. Я хочу задать очень простой вопрос сначала. Не знаю, кто из вас начнет отвечать. А чем отличается та система, которая существует сейчас, от той, которую нам предлагают? Георгий. Хорошо. Вопрос стандартный, который задается классически уже в течение последних, по крайней мере, полугода. И стандартный, самый ключевой ответ – это стадии закупщина цикла, те, которые регламентируются. То есть, если мы рассматриваем любую закупку как некий процесс, который начинается со стадии планирования, дальше переходим в стадию размещения заказа и затем заключения договора и исполнения контракта, то, что было в ранее и сейчас действует в 94-м законе, это только вторая стадия размещения заказа. Все, что касается планирования и контроля исполнения уже заключенного договора, в 94-м законе есть небольшие совсем элементики, но как системного решения там нет. То, что касается 44-го закона, закона о контрактной системе, который вступает в силу с 1 января следующего года, он регулирует весь закупщенный цикл и ориентируется на конечный результат. То есть, грубо говоря, цель 94-го действующего закона — это процедуры. Самое главное — их исполнить надлежащим образом. Цель 44-го закона с будущего года — это получить нужный результат вообще как таковой. То ли социально-экономический эффект, то ли приобретение нужной продукции, то ли удовлетворение потребностей, но не процедуры, то есть не пуговицы или рукава отдельно взятые, а в целом, чтобы приобрести тот продукт, который нужен был изначально. Иван, триллион можно сэкономить? Да, можно и больше сэкономить при желании. А почему сейчас нельзя это сделать? Ну, очень трудно организовать массовую казнь на Кремлевской площади. Почему? Это не трудно сейчас совершенно. Ну, вот если ввести... Если поставить перед собой такую цель. Ну, если ввести китайскую практику, то может и получится. А, конечно, в существующей модели госуправления мы все время забываем о том, что одно дело закон, и другое дело его исполнение. И в России это главная проблема... Читают по-разному, да? Не только с качеством законов, а в том, что кто-то читает по-разному, кто-то каждый год отмечает неисполнение президентских указов и законов. У нас многие законы до сих пор неисполнены, и по принципу не поймали, и хорошо. Поэтому говорить здесь о том, что принять законы сразу станет хорошо, трудно. Но вы видите свет в конце тоннеля с 1 января, например. Я скажу так. Конечно, по целеполаганию, по идеологии, 44-й закон — это лучше 94-го ФЗ. Но если мы... Но он же не отменяет 94-й. Если мы... Там очень много вопросов. А вообще, что такое 94-й ФЗ? Мы все время забываем. Он принят был в 2005 году. Но тот закон 94-й ФЗ, который сейчас принят, используется, это не то, что принималось в 2005 году. Его за эти годы переписали несколько раз. Практически полностью. В 2008 году вышел 93-й ФЗ, так называемый, который, собственно, узаконил текущую практику с электронно-торговыми площадками. Вел такие, ну, я считаю, монополии, на самом деле, площадок на текущем рынке. То есть, ну, мне не нравится, например, текущая ситуация. К сожалению, 44-й ФЗ не решает. Но самое главное — это вот большинство людей, которые работают с этим, они понимают, что все решается подзаконными актами. То есть постановлением правительства, указыванием президента, распоряжениями по различным органам власти. И какие-то фундаментальные вещи, на самом деле, не изменились. То есть у нас госзакупки — это предмет, я бы даже сказал, конституционный. Потому что, вообще-то, почему мы считаем, что это нормально, что у нас все органы власти и невласти публикуют данные на одном портале? С точки зрения открытости, вот я как вот считаю, что открытость — это хорошо. Это, конечно, правильно. Но с точки зрения Конституции, вот я опять же считаю, что дух противоречит. Почему? Потому что какое право имеет федеральная власть навязывать требования хозяйственной деятельности, например, к муниципальной власти? Муниципальная власть вообще-то государственной не является. А получается сейчас, что от созданной федеральной системы все муниципальные власти зависят, все муниципальные учреждения зависят. И сколько я слышал матерных слов от очень уважаемых и директоров школ особенно, которые вообще-то, так сказать, не принято у них ругаться, но они костерят последними словами, ждут воскресенье вечера или там субботы вечера, ночью, чтобы разместить закупку. И огромное количество заказов размещается в выходные не по той причине, что вот работают круглосуточно, а сайт регулярно не работает в это время. И вот эта вот сверхцентрализация, я даже здесь не могу, так как говорится, катить бочки на казначейство, которое это течает, потому что это законодательно, искусственно созданная система, от которой зависит вся страна. И дата-центр, в котором этот сайт находится, там, не знаю, должен быть стратегическим объектом. Потому что если что-то случится с каналом связи до него, чем-то еще, ну, подписатель экономики будет парализованной. А это происходит периодически, да? Все зависает. Ну, подвисает и так далее, это проблема, там, я думаю, большая когорта серверов для этого используется, там, какие-то каналы высокопроизводительные. Но это сама по себе система аномальна. То есть в мире это так не делают. И я при том, что, ну, я считаю, что, конечно, вот мне лично это приносит пользу. Я могу взять все данные по госзакупкам, проанализировать. Но это примерно, как, знаю, как репрессии приносят пользу. Да, вот от репрессии есть польза. Вы знаете, если вы, там, хотите, там, расстрелять 100 человек, да, для этого организовать перепись всего населения. Или, там, обложить налогом все население, как, вот, сделал первый британский монарх, который, вот, проводил, вот, книгу судного дня, они формировали. Создалась для одной единственной цели — обложить налогом тех, кого еще не обложено. Ну, понятно. Да. На площадь мы не пойдем, расстреливать никого не будем. Тем не менее, премьер сказал на прошлой неделе, контрактная система будет выводиться. Чем она отличается от нынешней системы? И почему контрактная? Георгий? Контрактная подразумевает то, что конечная цель процедуры — это контракт, тот, который, собственно, именно рассматривается как результат. Но он же может быть закрытым, по большому счету, контракт, да? Его мы не увидим. Нет, у нас есть, конечно, государственная тайна, там, где есть закрытые контракты, и они в режиме гостайны и работают. Но основная часть контрактов, она все-таки публично должна быть, если мы говорим о публичной системе всего закупщенного цикла. И термин контракт... Просто та открытость, которая существует сейчас, извините, что перебиваю, о которой говорит Иван, да? Ее может не быть. Правильно я понимаю? Или нет? Может не быть потом? Да, может быть потом. То есть та открытость, которую добиваются, о которой так много говорили и пытаются это сейчас реализовать, через интернет-порталы и так далее, через тот же сайт госзакупки, ее может не быть. Или я неправильно понимаю? Я не очень понял, в чем сомнение, почему вдруг вы предположили, что ее может не быть. Потому что это контракт, он может быть прописан в контракте, что это закрытая информация. Нет, если у нас законом прописано, что у нас все контракты, кроме связанных с гостайной, открыты и публичны для всех, значит, они все публичны для всех желающих на официальном сайте. То есть так же, как и извещения, и закупщенная документация, и контракты, это все должно быть публично. Если мы, опять же, публичим в максимальном объеме всю информацию. Дальше уже вопрос, насколько публичим или нет акты по закрытию этого контракта, отчеты и результаты деятельности, это уже следующая стадия. Но сами контракты публичны, все кроме гостайны. Иван, а вас устраивает эта ситуация? То есть в плане того, что сможет ли общественность контролировать контракт еще до заключения? Ну, я обычно здесь говорю на то, что до заключения главное отличие контракта о госзакупке, что по контракту уже есть состав преступления, если он заключен. Почему? А если все в порядке? Ну, если все в порядке, то да, хорошо. Предположим, что она есть. Но здесь вообще проблема в другом, и проблема так довольно фундаментальная. Я, конечно, вот сторонник того, чтобы все было открыто. При этом я могу объективно сказать, что у нас уровень открытости именно по госзакупкам сильно выше, чем в каких-то других областях и большинстве зарубежных стран. Потому что, вообще-то, так если положить руку на сердце, раскрывая информацию по госконтракту, раскрывается информация не только о деятельности госзаказчика, но и о деятельности поставщика. Ну, мы продолжим через несколько минут. С 1 января 2014 года вступает в силу новый закон о госзакупках. Это тема сегодняшней нашей программы. У нас сегодня в гостях исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Суходольский и директора некоммерческого партнерства информационной культуры Иван Бектин. Но мы закончили первую часть как раз на теме, насколько открыта наша система. И вы сказали, что она намного открыта и лучше работает, чем с западной системой. Почему? Да, это, я бы сказал так, оборотная сторона, репрессивная часть. Я слышал совсем другую теорию, другое мнение. Это, как бы ни странно не звучало, это правда. И я до сих пор не знаю, что случилось в 2005 году. Там, не знаю, там, планеты не так сошлись. Но вот депутаты законные прописали свободный доступ к информации и бесплатный доступ на сайтах. И, соответственно, даже президент это подписал. Здесь есть очень много особенностей. То есть, вот, к примеру, в Соединенных Штатах. У них есть тоже открытый бюджет, отчетность всех министерств, включая военные перед Конгрессом. Они это раскрывают. Там публичные даже слушания. Публичные, да. Там очень много всего слушания. Но даже публичные контракты военные ведомства раскрывают задержкой минимум полгода. Вот. То есть у нас публикуется сразу же, контракт заключен, должен быть опубликован по открытому бюджету. У них задержка полгода. И там официальное обоснование, что в случае, если мы готовимся к какой-то военной операции, чтобы все не знали о подготовительной операции. Ну, естественно. Да. Это вот анализ публичных закупок. Во многих странах есть ограничения на публикацию информации по контрактам, по закупкам. По двум соображениям. Одно соображение. Это раскрытие подробной информации о государственной инфраструктуре. То есть если кто-то проводит, например, тендер или закупку на обновление инфраструктуры внутренней сети, то для того, чтобы заказчикам привлечь к этой информации, им надо рассказать о том, как это устроено. Иначе они не смогут принять участие. Их заданий не будет. Их заданий не будет, да. Во многих странах эта информация ограничивается. И на самом деле доступ к информации о закупках умеют только поставщики. Вначале зарегистрироваться, потом еще подтвердить участие определенной закупки, только после этого получить тендерную документацию. Для широкой публики эта информация доступна только по спецзапросу. И то там в некоторых случаях могут его не дать. И это другая классификация. Это не как у нас служебная информация, гостайна и открытая информация. У них гораздо больше вот этих уровней и еще куча прецедентов с решением информационных омбудсменов. И наконец, есть очень много аргументов. И то, что мы все время забываем. Мы забываем о том, что госзакупки это отношение государства и бизнеса. И в текущей модели государство говорит, мы все откроем. Но при этом есть коммерческая тайна. Фактически бизнес поставлен в ситуации, когда государство говорит, а нам плевать на вашу коммерческую тайну. И нам плевать, что вы раскроете свои цены от того, как вы нам поставляете. Мы считаем, что для нас гораздо более важна открытость информации. И это собственно учреждается законом. Но если, предположим, у вас основной рынок коммерческий, вы поставляете какую бы то ни было медицинскую технику, автомобиль и так далее. А государство начинает раскрывать эту информацию, то это, например, надо раскрывать эту информацию по ценам. Огромное количество компаний, вот так просто, если у них запросить, они не любят раскрывать информацию по своим контрактам. И если запросить, почему они сами не публикуют реестр своих контрактов. Это коммерческая тайна. Естественно. А тут, получается, государство это раскрывает. И большинство коммерческих заказчиков, которых я знаю, они мониторят госзаказ. И прежде чем заказать что-то у частных компаний, они смотрят, ага, они там для государства поставили за такие-то деньги. Ну, значит, мы им закажем примерно за вдвое меньшие деньги. То есть мы уже знаем примерно о их ценах. И завысить ее невозможно. То есть это ставит в неравное положение поставщиков продукции и их заказчиков. Поэтому в мире, там, где государство гораздо меньше, чем наше, обычно такого жесткого регулирования нет. И там вот эти вот интересы поставщиков очень четко учитываются. Но тут маленький такой нюансик. У нас сейчас главное на повестке не это цена, да, Георгий, насколько я понимаю? С одной стороны, да. Все остальное не волнует никого. Но только надо понимать, что мы понимаем под ценой. Кто предложит дешевле, кто-то выбрал. Нет, нет. Вот цена сейчас в рамках текущих норм госзаказа – это цена поставки. А в рамках будущей контрактной системы подразумевается, что тоже цена будет главной. Но цена в целом – то, что называется цена жизненного цикла продукции. То есть включая и стоимость поставки, и стоимость монтажа, стоимость утилизации, стоимость всех гарантийных и постгарантийных работ. То есть всего, что вообще связано с данной продукцией. Поэтому цена – да, но только надо понимать, цена чего именно. Ну и услуги тоже в конечном итоге, да, насколько я понимаю, с 1 января. Да, то есть цена… То есть все измеряем, естественно, в деньгах, но понимать, что именно оцениваем. Ну, каков механизм участия в госзакупках сейчас поставщиков прежде всего? Я имею в виду, они жалуются. Они говорят о том, что все плохо. В принципе, Иван, вы уже очертили вот эту схему, да, дали нам картину. Но тем не менее, маленькие компании зачастую говорят о том, что им дороже будет участие в самой процедуре. Это правда. И, в принципе, здесь это не только российская проблема, проблема фундаментальная в том, что участие в госзакупках, оно значительным образом ограничивает поставщиков. То есть американцы, например, текущих модель госзакупок, она прошла эволюцию 5-6 раз, довольно радикальные изменения. Они принимали иногда подчас такие, казалось бы, очень правильные решения. То есть, например, американцы все время в своем положении о госзакупках прописали, что для того, чтобы компания участвовала в тендерах по госзаказу, она не имеет права поставлять продукцию больше, чем по последним трем своим контрактам для коммерческих структур. Ну, вот просто цена за единицу должна быть не больше. Закончил все это очень просто. Все крупные компании, которые поставляли, они сделали отдельное подразделение для поставки в госзаказ и отдельное подразделение для работы с коммерческими заказчиками. — Понятно. — Да, и цены не изменились. И вот это вот постоянное противостояние, оно как раз приводит к тому, что многие поставщики просто категорически отказываются от этого госзаказа. Те, кто участвуют, они очень часто оказываются заложниками вот этого бюджетного цикла, когда деньги накапливаются там неизрасходованные к концу года, и госзаказчики вот где-то, начиная с октября месяца, начинают суетиться. — Надо быстро потратить. — Как можно быстрее закрыть бюджет. — Да, и особенно это вот заметно по некоторым нашим силовым ведомствам, вот типа МВД, когда видно, что большая часть контрактов заключается, начиная с сентября месяца. Вот. Ну, это плохая ситуация, она не только у нас, то есть я, например, смотрю вот там вот американцев, в меньшей степени европейцев, и проблема эта более фундаментальная, потому что она сводится к уровню планирования. До тех пор, пока у нас планирование является годовым финансовое, и то, что вот нарушили в 2008 году, там переходили на трехлетнее. А до этого, ну, представьте себе, что вот если бы вы планировали свою жизнь только на год, вот люди вообще-то планируют, начиная с рождения там мальчика, да, вот как только в семье родился мальчик, то планирование обычно возникает до 18 лет. Как минимум. Ну, до службы в армии, по крайней мере, точно, да. Вот, поэтому там уже расписывается. Я сказал, до 21-го даже года. Ну, 21-го. Но, тем не менее, да. Пример удачный, по крайней мере. Но вы не планируете на год, вот как бы, по принципу, вот как бы нам этот год пережить, а дальше что, как повезет. А государство на течение многих лет жило именно в таком режиме. Если посмотреть все эти изменения, которым подвергались целевые программы, все остальное, это вот просто все постоянно менялось. И закон о госзакупках переписывали хоть невероятное количество раз. Да, я смотрел, там огромное количество изменений. И после этого, вот тот 94-й ФЗ, который вот сейчас будет заменен, это не то, что принималось. Когда он принимался, это был такой, ну, приятный по сравнению с теми другими законами, там, куча было, слышал изменений. Потому что вот, как раньше было тяжело, вот, наконец-то мы приняли закон 94-й ФЗ. А в 2008 году, там, приняли эту концепцию идеологии с электронными аукционами, там, резко ее ужесточили, очень неконкурентным образом отобрали площадки, на мой взгляд. И, ну, вот сейчас мы живем в немножко измененном мире. Может быть, он еще изменится после 44-го ФЗ. Георгий, но еще есть такое понятие, как коррупция, да, о которой так много говорят. И принятие нового закона, говорят о том, чтобы именно победить, это гидро, вообще с коррупцией и с законом, новым законом о госзакупках. Какая связь? Я ее начинаю все меньше и меньше видеть. А вы? Надо понимать, что все-таки борьба с коррупцией, это не должна быть самоцелью в рамках закупочной деятельности. В основном-то все и дело, да. Закупки должны быть для удовлетворения потребностей. Борьба с коррупцией в рамках именно процедур закупок, это только как нечто сопутствующее, но никак не цель. То есть нельзя мешать одно с другим. В рамках действующей системы, то, о чем уже сказал Иван, те негативные моменты, которые чувствуются и, может быть, рядовыми заказчиками, опять же, берем не крупняка, а рядовые школы, музеи, то есть те, кому надо работать, а не заниматься закупками, по сути. В итоге приводит к тому, что недавние соцопросы показывают, что очень существенная доля лиц предполагает, что в госзаказе идет коррупция. При этом, на самом деле, по моим ощущениям, эта коррупция может быть как та, которая, ну, действительно коррумпированная чиновник хочет взять себе в карман, так и бывает так, что чиновник просто старается сделать максимально правильную и эффективную закупку. И быстро. И быстро, потому что, например, деньги только что свалились. Но в итоге он не может этого сделать в рамках текущих норм. Потому что это процедура. И поэтому он ставится в дилемму, либо делать правильно, но тогда неэффективно, либо неправильно, но в итоге с подозрением на то, что он якобы коррупционер и что-то сделал. И тут включается механизм, который уже отработан. Свои поставщики, свои заказчики, свои технологии. Естественно. За определенные деньги, откаты и перекаты. А вот здесь как раз разделяем. Нет, а свои поставщики. Почему? Либо за то, что откаты идут, либо потому, что я просто в них уверен. Мне не нужна фирма-однодневка, с которой я не знаю, как бороться, и процедуры этого внятно не позволяют. Поэтому мне даже откаты, может быть, не нужны. Но мне нужен конечный результат. Поэтому я стараюсь вытянуть свою фирму. И поэтому со стороны иногда кажется, что этот чиновник тоже коррумпирован, потому что он тянет кого-то своего. На самом деле он тянет не ради личной выгоды в плане финансов, взяток и прочего, а ради того, чтобы он просто честно пытается сделать то, что он хочет сделать для государства. Иван, но я так понимаю, самая главная еще проблема заключается в том, что вы сказали про школы. А есть еще ученые, наука, они вообще не терпят большого количества времени. То есть там нужно купить какой-то материал, который можно купить, например, только за границей, или еще что-нибудь. Как это все оформляется, и как это коррелируется с новым законом вообще? Ну, на мой взгляд, к сожалению, закон этот мало что решает, потому что, вот по крайней мере, по поводу ученых, возможно, ну и правильно будет. Я считаю, что вот однозначно всю научную деятельность из-под закона о госзакупках вводить полностью. Но не только научную деятельность, я так понимаю. Есть еще другие сферы, которые можно вывести. Но в научной деятельности я вот просто знаю тоже молодых ученых, ребят, которые, например, ну, они вынуждены закупать различные реагенты, оборудование. Они ждут месяцами, в то время как в большинстве европейских лабораторий там просто есть вот корпоративная кредитка. Он пошел, заказал на нее и пришло там на следующий день. То есть это все качество работы нашей науки портит просто неимоверно. И большинство организаторов от науки, к сожалению, не понимают потребности людей, которые наукой занимаются. Мы продолжим буквально через несколько минут. 651099,6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Это исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Суходольский и директор некоммерческого партнерства информационная культура Иван Бектин. Мы говорим о новом законе, закон о госзакупке, который вступает в силу с 1 января 2013 года. Чем новый закон отличается от старого, который действует сейчас? Можно ли сэкономить триллион рублей, как говорят специалисты высшей школы экономики? Вот именно об этом. Сталкивались, кстати, вы, уважаемые слушатели, с госзакупками. Был ли у вас какой-то опыт хороший, нехороший, положительный? Что вас волнует, прежде всего, в этом законе? Но, Иван, вы не закончили свою мысль по поводу как раз вот этой темы. Да, по поводу, собственно, закупок учеными. Кого нужно выводить, кого нет. Здесь есть такая фундаментальная проблема в том, что при управлении закупками не учитывается транзакционной издержки. То есть мы считаем, что главная проблема — это коррупция. А люди, которые, как правило, участвуют в госзакупках, они большинство говорят, да, что с ней с коррупцией, пусть там скажут, сколько там нужно заплатить, но хотя бы дайте нам нормально работать. Дайте работать. И вот в том-то дело, что работать не дают. И антикоррупционные меры, как они принимаются, как правило, они мешают работать еще больше. И никто не проводит аудит вот этих самых антикоррупционных мер, которые, во-первых, никак не помогают борьбе с коррупцией вот в текущей форме, а во-вторых, сильно усложняют работу всех, кто занимается реальной работой. То есть это некое заблуждение, которое существует сейчас. Мы боремся с коррупцией, принимаем новые законы, они не работают. Нет, это скорее даже не заблуждение, а это некий тезис, под который можно получать или деньги, или гранты, или деятельность. Но это может быть как цель, как сама цель, до конца хороша только для тех, которые, опять же, не будем называть фамилии, те, которые пытаются критиковать действующие процедуры или действующую власть, так, чтобы за что-то зацепиться. Но сама по себе борьба, она ни к чему, как всегда, ни к хорошему не приходит. Потому что сломать можно всегда, а дальше как строить? Ну вот сегодня еще пришла информация о том, что наш президент предложил Татьяну Голикову на пост с представителя счетной палаты. У нас сейчас на связи депутат Государственной Думы Оксана Генриховна Дмитриева. Оксана Генриховна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы получили сегодня интересную информацию, но она пришла, на самом деле, давно, что на пост с представителя счетной палаты президент предлагает Татьяну Голикову. И вот мы сегодня также обсуждаем новый закон о госзакупках, который будет работать с 1 января 2014 года. Вы можете прокомментировать, какая взаимосвязь здесь существует? Ну, можно, конечно, найти взаимосвязь между всем и всем. Ну, я лучше не буду тратить время на установление всей взаимосвязи, а отвечу на первый и на второй вопрос. Что касается счетной палаты, то, на мой взгляд, специально закон, подел в силу новый закон о счетной палате, который во многом делали и Степашин, и его заместитель Горегляд. И закон о счетной палате, он стал лучше и дал ей еще дополнительные полномочия. Но в самый последний момент в этот хороший закон вставили одну норму, одно положение. О том, что в связи с введением этого закона заново формируется коллегия счетной палаты. То есть, из самого начала было очевидно, что эту норму вставили именно для того, чтобы сместить Степашина и руководство счетной палаты, хотя их срок полномочий еще не истек. Как правило, когда вступают в силу такие законы, они просто продолжают дорабатывать свой срок, а уже все остальное начинается отчет с нового срока. Но кандидатура Степашина также предлагалась? Ну, вы знаете... Почему за нее тогда? Мне кажется, что у нас не все такие наивные. Кандидатура Степашина тоже предлагалась. И не случайно кандидатура Голиковой внесена сегодня, когда все обсуждают итоги выборов, и все общественное мнение отвлечено на совсем другие вопросы. А если говорить откровенно, то работа счетной палаты... Это редкий случай, когда работа государственного органа финансового контроля вызывала не только недовольство, а вызывала одобрение всех без исключения фракций в Государственной Думе. И партии власти, и оппозиционных партий. И у них скопилось огромное количество отчетов и расследований, которые вела счетная палата. Если говорить о борьбе с коррупцией, то самый большой удар по этой борьбе нанесен сейчас, именно в связи со смещением Степашина, ну, его заместителя, потому что это была одна команда, и вообще той команда, которая работала в счетной палате. Ну, по большому счету... Там скопилось очень много результатов, очень много результатов, по очень разным направлениям, которые могут кому-то очень не нравиться. Сам факт того, что эти результаты есть. Я видела их отчеты и на макроуровне, когда они обобщали, допустим, результаты по предоставлению налоговых преференций, и по размещению средств от фонда, и даже вполне конкретные по расследованию строительства отдельных объектов, ну, например, как стадион на Крестовском в Санкт-Петербурге. И по каждому фактически из этих отчетов можно возбуждать одно, два, три, четыре уголовных дела. Это уже в зависимости от политической воли. Ну, вот, у меня связь с новым законом по госзакупкам, по большому счету. Вот она связь. Нет? Что вы говорите? Я говорю, связь очевидная и с новым законом по госзакупкам. Нет? Вы его и не видите до сих пор? Ну, что касается нового закона о госзакупках. Значит, он, во-первых, мало отличается от старого, действующего, 94-го закона, закона о федеральной контрактной системе. Разве что он делает эту систему еще более сложной. Что не заставит себя, значит, ждать? Вся система госзакупок, то есть, она концептуально неправильная. В обязательном порядке проводить стендер чуть ли даже не на скрепке. Значит, во многом его следствие, вот сложившаяся система госзакупок, можно, значит, говорить о нем часами. Непосредственное следствие, самое, вот, значит, очевидное, это сама система сложного проведения тендера, когда единственным критерием является цена продукции. Существенное снижение качества выполняемых работ и услуг везде. Огромное количество субподрядчиков, которые просто специализируются, подрядчики на том, что они умеют выигрывать этот тендер, но не умеют работать. А потом они привлекают субподрядчиков, и очень часто реальную работу выполняет какой-то с четвертой руки субподрядчик. Соответственно, непонятно, какого качества эта работа. Ну, понятно, да. Плюс то, что, кстати, расследовала счетная палата. Вот, кстати, есть пример. Когда, с одной стороны, заключаются договоры, выигрывается тендер, и подрядчик сбивает цену на тендере, как было на стадионе на Крестовском. Значит, первоначальная цена была 7 миллиардов, даже меньше 7 миллиардов рублей. А потом без всякого тендера, без всякого конкурса, она увеличивается, 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 и, значит, в 35-37 миллиардов рублей становятся. При этом, как бы, дела по этому поводу не расследуются. Я не помню еще, чтобы кто-то был наказан за мошенничество с занижением стоимости при тендере и увеличением его в последующем. Ну, это, конечно, один из примеров. Я могу часами рассказывать. Ну, да, я понимаю, но, к сожалению, времени очень мало. Спасибо вам, Оксана Генриховна. Я напомню, что мы беседовали только что с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, Оксаной Дмитриевой. Мы говорили как раз и о новом законе о госзакупках, а также о предложении президента кандидатуры Татьяны Голиковой на пост председателя счетной палаты. Пытались, по крайней мере, найти некую взаимосвязь. Она очевидна. Иван, то, что говорила сейчас Оксана Генриховна, по большому счету, это некая критика нового закона, даже конкретная критика. То есть она вообще не видит, она, как депутат Государственной Думы, не видит различий. Хотя вы в начале нашего разговора эти различия отчертили. По большому счету, мы ищем и будем работать в системе не поиска самого дешевого товара или услуги, а будем работать в комплексе. То есть мы будем искать еще и качество. Ну, я бы сказал так. Если, извините, если получается, что депутат Государственной Думы не видит различий, зачем там новый закон? И почему говорят о том, что мы сможем сэкономить триллион? Я уже не вижу даже этой экономии. Ну, давайте скажем честно, законы у нас давно уже пишут депутаты. Кто бы их не вносил, включая их. В лучшем случае их пишут эксперты, которые привлекаются к этой теме. Через депутатов они уносятся. А в худшем случае это пишет правительство, министры и так далее. Поэтому при текущей модели голосования просто как решают, так и проголосуют. То есть если посмотреть на проекты по анализу голосования депутатов, там все сводится только к одному. Либо Единая Россия голосует вся за, либо Единая Россия не приходит на заседание. Ну да. Другого чего-то не бывает. Поэтому то, что депутаты не видят, понятно, депутаты не готовили этот закон. И хотя он проходил там всякое публичное обсуждение, но я вообще считаю, что... Я тоже считаю, что неправильно. Я считаю, что вся архитектура российских госзакупок, она изначально порочна. Очень глубоко порочна. Мы говорим всегда, как из очень плохого перейти к плохому состоянию. Порочно, но прозрачно, это уже смешно. Это правда. И это как раз для меня это одно из доказательств того, что прозрачности, открытости недостаточно. У нас данные по госзакупкам раскрываются с 2006 года. Но активность по ним пошла с 2009. То есть три года народ спал, потом вдруг неожиданно это все дело обнаружил, и начали вдруг блогеры писать. Но, как правило, тоже не всегда анализируют подробности глубоко. Потому что... Пример. Почему мы считаем, что все, что происходит там по тендерам, по госзакупкам, это нормально? Почему вообще федеральная власть имеет право устанавливать единые правила? Почему каждый субъект федерации в рамках своего бюджета не имеет возможности принять свой закон о госзакупках, раскрывать информацию, именно раскрывать информацию, давать открытость в рамках федеральных требований, но все остальное, процедуры, ведение контракта, контроль, делать самостоятельно? А тут интересы есть. Что значит интересы есть? А какое право вообще федеральное власть? Вот. И тут мы приходим к более фундаментальной вещи. Когда мы начинаем говорить об этом с федеральным чиновниками, как же так, там региональные бюджеты, особенно некоторых регионов, они же на 99 это федеральные субсидии. То есть получается, что вначале федеральная власть отнимает все, что только можно налогами из субъекта, там будет что-то субъектов, дефицитные бюджеты. Потом она говорит, теперь вы будете делать все, как мы говорим, потому что вы получаете наши деньги, и вы будете действовать ровно по нашим правилам. И вместо того, чтобы осуществлять такой контроль, надзор за тем, как регулируется в регионах, нет. Говорят, вот вам единый закон, все ваши региональные порталы грузовкупок снести, федеральный портал создать, не надо никаких там общих форматов, вот просто вам федеральный портал, единая точка входа, единая точка проблем. Вот. И пользуйтесь им. Единый закон, по которому вы будете действовать, и без вариантов. Вместо этого они могли бы всегда, и даже сейчас это можно, ввести требования к раскрытию информации, а дальше, когда субъектов много, у нас их 83, то уже возникает качественная конкуренция содержательно. То есть в разных регионах, на самом деле, есть разная практика. В некоторых регионах есть полуинституциализированная практика двухэтапности торгов, когда формально это не двухэтапные торги, а конкурс. Но при этом заказчик публикует информацию в профессиональной прессе, приглашает вначале просто поставщиков, чтобы поговорить, то есть чтобы написать качественные техзадания. Продолжим через несколько минут. С 1 января 2014 года вступают в силу нового закона о госзакупках. Мы по этому поводу сегодня говорим с исполнительным директором Национальной ассоциации институтов закупок Георгием Суходольским и директором некоммерческого партнерства и информационной культуры Иваном Бегтиным. Иван, ну вы опять не закончили свою мысль. Почему федеральная власть не хотела бы переместить все эти интересы по госзакупкам на региональный уровень? А вот теперь мы возвращаемся к нашим антикоррупционным мерам. Вначале федеральная власть там нагнетает обстановку о том, что вот там у нас коррупция, в регионах коррупция, губернаторы воруют, замгубернаторов воруют, мэры воруют, и вообще все плохо. Потом начинают приниматься антикоррупционные меры. Создается единый портал по госзакупкам. Принимается закон 94 ФСЗ. На самом деле, закон о госзакупках при всей ее открытости это пример, когда открытость разрушает демократию и вообще конституционные устрои государства. Потому что, да, происходит анархия. Происходит не анархия, но происходит фактически сейчас ситуация, когда регионы полностью лишены полномочий по регулированию госзакупок. Регионы полностью лишены практически полномочий по контролю госзакупок. Антимонопольная служба каким-то образом получила полномочия по контролю фактически хозяйственной деятельности размещения закупок органов власти, которых к федеральной власти не относятся. Какое право имеет чиновник ФАС Россия контролировать закупки избранного мной мэра? В отличие от мэра, я не выбирал этого чиновника ФАС Россия. Поэтому, вообще, как такое возможно? Ну что значит, как это возможно? ФАС есть ФАС. ФАС это исполнительная власть. Какое право имеет исполнительная власть контролировать закупки парламентов? Какое право исполнительной власти имеет право контролировать закупки судов? Парламента я выбираю депутатов. Они каким-то образом определяют свою хозяйственную деятельность. Подождите, а кто тогда должен контролировать? Это исполнительная власть. Фактически исполнительная власть получила, федеральная причем исполнительная власть, не просто исполнительная власть где-то, а федеральная исполнительная власть получила полномочия и возможность контролировать фактически хозяйственную деятельность, закупки, финансовые потоки на уровне практически всех органов власти. И в нормальном государстве, где имеется нормальное распределение полномочий, я бы сказал, республика. У нас 20 лет республика. До этого тоже было что-то вроде республики, но другого форма. Мы живем в молодой республике, 20-летней. И когда происходит изменение полномочий между органами, между которыми есть баланс, обычно это вообще долго согласуется, проговаривается. А у нас произошло как, что в начале принято было 94-й ФСЗ, который установил текущие правила игры. Там сказано, орган власти, который осуществляет контроль, назначает правительство. Правительство сказало, антивонопольная служба. И все. И что, какие тогда противоречия? Кто должен тогда на местном уровне это контролировать? А почему на местном уровне должна контролировать федеральная власть? Вот нас сейчас будут выбирать губернаторов. Опять же, губернатора мы не выбираем главу федеральной антивонопольной службы. Вообще-то мы не выбираем даже председателя правительства. В лучшем случае мы выбираем президента. От президента до чиновника ФАС, который находится в регионе, там 6-7 уровней. Какое право именно этот местный чиновник имеет право избранному мэру, избранному губернатору ограничивать его полномочия по регулированию его бюджета? Георгий, а вы с этим согласны? Кто должен контролировать? В отношении того, кто должен контролировать закупки в России, этот вопрос тоже обсуждается не первый месяц, достаточно давно. Но федералы все равно должны контролировать, по-любому. Их надо контролировать, федералов. Мы федерация, мы федеральное государство. Вот то, что касается позиции Ивана и его отношения к антивонопольной службе, по крайней мере в этой части, оно тоже достаточно известно. Но если мы посмотрим на зарубежную практику, то там самые разные подходы по тому, кто и как контролирует госзаказ. Опять же, как бы его ни называли, общественный заказ, государственный заказ. Но почти во всех зарубежных странах нет такого, чтобы антивонопольная служба совмещала в себе столько функций, как в России, и одновременно еще и контролировала госзаказ. То есть там по-разному идут, но вот такого огромного паука, который контролирует все и вся, там нигде не создают. То есть именно поэтому, наверное, у нас... А какие механизмы у нас существуют контроля? Счетные палаты в субъектах федерации. Вот они есть, да. У них есть ассоциация счетных палат в России, где они отрабатывают в лучшей практике. Пожалуйста. И до, кстати, появления антивонопольной службы, до того, как вот этого паука создали к нам, которого я считаю, что надо просто ликвидировать и ровным слоем селить по стране, чтобы, так сказать, не создавать концентрацию. Главной проблемой у нас сейчас, на самом деле, антивонопольная служба. Именно антивонопольная служба лоббирует, продвигает идею электронных аукционов, которая как раз порочная по цене. Именно благодаря этому сейчас у нас там сделана сложная конфигурация, когда фактически ее невозможно разрушить. У нее появились интересанты в виде банков. Именно антивонопольная служба, получается, имеет кучу полномочий по... Ну, там, в оспариванию решений по госзакупкам огромного количества ведомств. Есть контрольно-счетная палата. Есть суды арбитражные. Если не нравятся арбитражные суды, как это происходит уже в большинстве стран... Кто будет подавать суд? Кто будет... А как это работало? Заказчики, поставщики друг к другу? Вот кто будет подавать... Вот здесь я бы как раз перехватил от слова у Ивана. Когда создавалась антивонопольная служба именно в качестве контролирующего органа по госзаказу, реальных альтернатив практически не было видно. А сейчас что? А сейчас они начинают появляться. То есть в качестве альтернативы система омбудсменов, то есть у полномочий по защите прав предпринимателей, у которого есть в том числе омбудсмены по направлениям, в том числе и омбудсмен по закупочной деятельности. Да, в России это только сейчас как зачаточное направление, но тем не менее за рубежом это тоже один из возможных инструментов, вот как Иван сказал, счетная палата на местах, так и система омбудсменов, именно закупочных омбудсменов, которые прописываются даже в госконтрактах, и что в обязательном порядке идет обращение к ним. Это первая альтернатива. Вторая возможная альтернатива это так или иначе форматы гражданского контроля, гражданского участия и в том числе коллективные иски. То, что сейчас развивается инициатива в рамках дорожной карты по развитию конкуренции, это коллективные иски, когда любой, ну, любой, не любой это обсуждается, но либо общественные организации, либо адвокаты, либо иногда объединение просто физических лиц. Опять же, не будем вдаваться в подробности детали, могут подавать иски к заказчикам, в том числе государственным заказчикам по размещению заказа, если они видят, что тот заказ, который размещается, он нарушает их права как гражданина, как субъекта Российской Федерации. И в этом плане такие коллективные иски, они как раз и дают основу для общественного контроля и любой общественной организации, которые хотели бы контролировать и даже не то, что контролировать, а улучшать систему госзаказа, они могут напрямую через арбитражные суды улучшать эту ситуацию и влиять на то, что у нас творится в Российской Федерации. Но сейчас это невозможно, и в будущем это будет невозможно. Да нет, прямо сейчас это невозможно, но в принципе я считаю, что, по крайней мере, система контроля от госзаказа должна быть полностью выбрана из исполнительной власти, это точно, и желательно, чтобы она была полностью избрана вообще от власти, например, третейские суды при торгово-промышленных палатах. Вот они существуют. И вполне госзаказчики имеют право говорить досудебное решение в третейском суде, судебное, уже в арбитражном. Пожалуйста, и наконец, давайте создадим дело так, чтобы у торгово-промышленных палат были полномочия. Там есть другие объединения предпринимателей. Вот я считаю, что все споры, которые являются досудебными решениями, должны быть не от государства, они должны быть как раз идти от бизнеса. И тогда это будет нечто живое, а не сейчас, как карательная мера, и когда антимонопольная служба имеет право мониторить, проверять практически что угодно. Это же затягивает процедуру, это редакционные издержки очень сильно увеличивает. С 1 января 2014 года процесс усложнится. Ну, вот я считаю, что, вообще я лично считаю, что система госзакупок в России не изменится до тех пор, пока хоть какие-то полномочия в этой области будут по контролю, будут у исполнительной власти. Полномочия должны быть либо у парламента, либо у судебной ветви, либо вообще, в принципе, выделены. И вот как раз статейский суд. До тех пор, пока контроль будет у исполнительной власти, федеральной исполнительной власти, ничего не изменится. Потому что всегда проще одному исполнительной власти прийти к другому и договориться. Я не слышал ни одного мнения на местах, которые сказали бы, что мы против, мы хотим забрать эти полномочия. Вот на местах не было слышно. Вот нет вот этой ответной реакции из субъектов Российской Федерации. Все губернаторы у нас как бы так напрямую зависят от федеральных субсидий. Поэтому большинство из них... Значит, их устраивает? Ну что значит, их устраивает? Ситуация, которая сейчас сложилась. У них нет возможности жить так, чтобы их это не устраивало. У них нет возможности даже поднимать вопрос. Единственный человек, который... Там представители, которые говорили, тот, я помню, представитель тендерного комитета Москвы, еще при Лужкове, когда только-только вводили как раз в 2008 году 93-й ФЗ, который был по правке 94-й. И вот они единственные, кто говорит, вообще-то это нарушает наши там полномочия как субъекта. У нас отнимают портал и так далее. Но и в итоге и они это проглотили. То есть фактически вот сейчас у нас есть какие-то законы, которые вдруг народ начинает обсуждать. Ах, там приняли то-то плохое. Ах, там приняли то-то плохое. А то, что еще несколько лет назад у нас, например, счетную палату переподчинили из-за полностью подчиненности парламенту, ее перевели на то, что президент предлагает главу счетной палаты. Не парламент, президент. Притом, что это высший орган финансового контроля парламента. То есть это почему-то сейчас вот все запускают. Я смотрел видео, как это происходило. Там стоял представитель президента, говорят, ну вот есть закон, ну вы понимаете. Вы все понимаете, надо его принять. Да, его приняли. Вот, сейчас об этом уже не вспоминают. Поэтому мы сейчас, собственно, расхлебываем отсутствие общественного внимания и другую политическую ситуацию лет шести, семи, восьми назад. То есть мы несколько тормозим на самом деле. Можем обсуждать сколько угодно этот новый закон, закон о госзакупках, но сама система, которая существует, она порочная. Поэтому никакие изменения в законе не могут сдвинуть с мертвой точки ситуацию. Ну, я говорю, можно от очень плохого перейти просто к плохой ситуации. Но просто не надо... Так перейти к хорошей. Ну, надо в первую очередь понимать, что заказчик должен быть разумным и исходить из разумности заказчика и презюмировать это. Причем разумный и тот, который хочет сделать добро. То есть если мы говорим, например, про систему закупок коммерческих компаний, будь то окологосударственные, будь то обычные коммерческие, они в большинстве своем нацелены на конечный результат. До тех пор, пока мы будем в рамках системы госзаказа исключительно бороться с коррупцией и стараться всех зарегулировать максимально, у нас не получится. Вот в этом плане, в моем ощущении, как раз, пускай и я соглашусь с Оксаной Генриховной, что у нас есть определенное совпадение по процедурной части между будущим законом и нынешним законом, но именно по целевой установке будущий закон, он рассчитывает больше на то, что закупками будут заниматься профессионалы. И поэтому для обычного рядового гражданина закон будет сложнее, естественно. Если, например, в той же больнице или школе он пытается это сделать, ему это сложно. Мы сегодня говорили о новом законе о госзакупках. У нас в гостях был исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Суходульский и директор некоммерческого партнерства информационная культура Иван Бекин. Меня зовут Александр Векер. До встречи завтра.